Алма Шалабаева будет приговорена к тюремному заключению, а шестилетняя Луа Аблязова отправлена в детский дом. На своей страничке в фейсбуке Мухтар Аблязов поделился информацией, полученной им от представителей Аккорды. О том, что его родные политические заложники, экс-банкир, говорит с первого дня депортации. И с каждым днем краски сгущаются. Особую подлость он приготовил для нашей маленькой дочки Алуа. После осуждения мамы планируется изъять ребенка у бабушки и дедушки и отправить ее в детский дом. Для обоснования изъятия ребенка будет использовано утверждение о неспособности родителей Алмы воспитывать внучку в силу преклонного возраста матери и болезни Альцгеймера у отца. Казахстанское законодательство четко прописывает, по каким причинам отец и мать могут быть лишены родительских прав, а ребенок отправлен в детский дом. Ни один из критериев к семье Аблязова не применим, считают юристы. Когда родители злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко обращаются с ребенком, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ним, покушаются на его половую неприкосновенность, злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими средствами. Однако практика показывает, что законы не помеха политическому преследованию, говорит общественный деятель Жасарал Куанышалин. Для него пример с похищением Алмы Шалабаевой лишь звено. Он рассуждает масштабнее. Было бы грубой ошибкой думать, будто это действие направлено только лично против Аблязова. Ничего подобного. Когда, возглавляя государство, человек позволяет себе подобные преступления, это чрезвычайно опасно для всех нас. С тем же посылом в соцсети опубликовал пост опальный театральный режиссер Булат Атабаев. Он обращается к парламентской ассамблее ОБСЕ, заседание которой состоится в Стамбуле в конце июня. Кризис наступил уже самый страшный. Уже Назарбаев представляет опасность для страны. Что должно еще случиться, чтобы мировая общественность обратила на это внимание? Это уже терроризм, террорист. Тем временем политического оппонента президента Назарбаева поддержали депутат Европарламента, занимающийся правами человека. Они поставили под сомнение действия итальянских спецслужб и вынесли на рассмотрение вопрос законности депортации семьи Мухтара Аблязова.